Эффект бутылочного горлышка. Выезжаешь из Красноярска в сторону Солонцов и дорога сужается вдвое. То же самое в обратную сторону. Пробка здесь рассасывается, только ночью. Чтобы возвести на Котельниково подземные переходы и устроить ливневку, две полосы из четырех перекрыли еще 1 апреля. Сейчас, спустя пять месяцев, водители считают, шутка затянулась. Я здесь живу в районе Туздиспансера уже шесть лет, ни одного пешехода я не видел. И он тут вообще ни к чему. Это только дорогу за этого. А так вообще это ни к чему. Этот пешеходный, я возмущен, допустим, пешеходным переходом здесь. Все лето это одно сплошное мучение. Ни на работу утром не приехать, ни выехать с этого города. Вот такие пробки бесконечные. Я не знаю, зачем это, для чего. Пешехода тут действительно встретить сложновато. Вокруг только заправки, шиномонтажки, да магазины запчастей. Это мир автомобилистов. Безлошадному человеку тут практически нечего делать. Тем не менее, переходов вырыли целых два. Расстояние между переходами меньше полукилометра. А строение такое капитальное, как будто им будут пользоваться тысячи человек в день. При этом я здесь вижу только небольшой частный сектор, довольно далеко. И непонятно даже, будут ли его жители приходить сюда пешком. В краевом управлении дорог говорят, что стройка делается с прицелом на будущее. Район развивается, людей тут со временем станет больше. И вообще все это для удобства самих водителей. Проект был запланирован на развитие этой территории. И устройство подземных переходов обеспечивает беспрепятственное движение автомобилей на протяжении всего проспекта. То есть не будет поворотов левых со светофором. Снижена аварийность этого участка. И снижена концентрация пробок. Пока же концентрация пробок, наоборот, зашкаливает. А как получится по итогу, можно будет оценить только осенью. Убрать перекрытие планируют в сентябре. А полностью сдать объект – в октябре. К тому времени готовы должны быть не только переходы, но и новый асфальт и ливневая канализация. Точные даты пока неизвестны. Мария Антюшева, Павел Пателицын. Енисей. Новости.